Если вы заметили, что у человека внезапно перекосило лицо, нарушилась речь, ослабли рука и нога, это может быть инсульт. Срочно звоните 103. У врачей есть 4,5 часа, чтобы спасти жизнь. В Азбесте побывала делегация из Таиланда. С представителями этого королевства повстречалась глава города Наталья Тихонова. Как пришла встреча, расскажем прямо сейчас. Делегация из Таиланда прибыла в комбинат «Урал-Азбест» с целью обмена опытом по безопасному производству и использованию нашего минерала. Встреча с главой города проходила в администрации городского округа. Наталья Тихонова рассказала гостям о городе, о численности населения, подчеркнув, что Азбест является моногородом. Глава также рассказала и об экономике городского округа. Если мы говорим сейчас пока об экономике, то мы понимаем, что такое экономика Азбеста. Это, конечно, бюджет. Наш бюджет, он в среднем не хуже, а даже чуть, может быть, лучше других городов области. И составляет, ну, скажем, 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Далее глава города рассказала о спортивных достижениях наших спортсменов, о благоустройстве города. По инициативе жителей благоустраиваем дворы, приводим в соответствие наши парки. И самым большим для нас сегодня достижением является то, что мы ведем реконструкцию бульвара Победы в связи с в следующем году празднованием, 75-летием Дня Победы. Важным является, что именно дочернее предприятие Урал-Азбеста выступает здесь у нас надежным социальным партнером, кто принимает на себя обязательства по благоустройству города. Руководитель тайландской делегации, заместитель секретаря министра промышленности Королевства Таиланд, господин Джапалон Ктхависри спросил, а что делать с уже закрытыми шахтами и с людьми. Глава города сказала, что город является участником федеральной программы. Могу сказать, что у нас на территории действует комплексная программа развития ОМОНа города, которая как раз позволяет решать эти вопросы через диверсификацию и открытие новых производств. Мы участники федеральной программы. Поэтому при изменении даже направления работы всегда востребованность наших работников есть. И доказательством является, что показатель безработицы у нас на сегодняшний день довольно низкий по отношению к российским и областным масштабам и составляет 0,7%. Наталья Тихонова ответила и на другие вопросы гостей. По окончании встречи мы взяли интервью у руководителя делегации господина Джапалон Ктхависри. В частности, он сказал, что представляет здесь интересы офиса Министерства промышленности Королевства Таиланда, которое курирует все промышленные предприятия в Таиланде. Что фактически это министерская делегация очень высокого уровня. В нее вошли еще и представители министерств торговли и труда. Также господин Ктхависри сказал, что для них было очень важно приехать в комбинат, посмотреть соблюдение охраны труда, как контролируется качество асбеста, посетить предприятие и все увидеть своими глазами. Что раньше комбинат поставлял порядка 100 тысяч тонн асбеста в Таиланд. Сегодня этот показатель снизился до 30-40 тысяч тонн в год. В память об этой встрече глава города Наталья Тихонова вручила гостям книги о нашем городе. Юрий Чиликин, Андрей Осипов. Новости АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова